друзья всем доброго дня хочу вместе с вами посмотреть самому очень интересно что же происходит как наращивается корневая как формируется корневая у лотоса который был пророщенный в этом году из семени то есть в этом году уже точно не помню где-то в июне месяце я прорастил семена лотоса значит высадил их это был очень хорошо наращенный куст здесь были огромные просто листья их было очень много крупные часу посенью же эти все большие посохли есть еще немного свежих маленьких уже как по погоде он уже не развивается больше уходит в такую зимнюю спячку но мне же все таки интересно вот за летний сезон может ли корневая лотоса уже сформироваться в корневые бананчики которые и есть жизнеспособными зимующими и дающими на следующий год продолжи продолжение жизни вот этого вот лотосного куста ну что будем промывать землю всю так ну я немножечко портал уснул уже сейчас я пожалуй все это дело надо вытащить да все прекрасно все прекрасно друзья вот этот вот корень в виде такого банана вот это уже совсем другое дело он и будет продуктивным и при вы посадке его конечно же наш лотос будет и дальше продолжать свое развитие следующем году он должен скорее всего уже зацвести да я не ожидал конечно это вот все из одного семечка давайте сейчас это все дело я полностью вытащу сами понимаете одной рукой мне не совсем это удобно делать поскольку нету сейчас оператора так хаотично решил это видео я снять будет немножко легче и будем смотреть что здесь образовалась а сколько таких корней у нас вот здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне в этом году тоже один человек говорит, я тебе привезу лотосы, корни лотосов. Значит, он мне привез вот такую вот точку роста, вот так вот отрезанную, вот этот корешок. Значит, это все не работает, это все мертвое, это не будет прорастать дальше. Это такая переходная единица, да, вот она из основного корня шла. Здесь, конечно же, пойдет точка роста, будет листик, но она не жизнеспособная дальше и не может развиваться. Вот такой корень в виде бананчиков, это и есть жизнеспособный для дальнейшего развития корень нашего лотоса. Этот лотос у нас зимующий сорт, ярко-ярко-розовый. И вот такие вот... Значит, сейчас я пойду возьму ножницы и отделю именно те корни, которые пригодны для посадки. И мы их высадим прямо сегодня. Еще время есть, я поставлю в теплицу, чтобы было время ему, возможно, укорениться. Возможно, он так будет уже до весны. И дальше пойдет в рост. И сделаем один эксперимент, друзья. Поскольку тема лотосов, я вместе с вами учусь. Все, что я делаю, я с вами делюсь, потому что для меня эта тема тоже не познанная пока есть. И вместе с вами мы проходим этот путь от нуля. Помните, сколько было попыток? Мы это все проращивали. Ни разу у меня еще ни одного не было видео на канале с цветением лотоса. Просто до этого не доходило времени. То я продавал те, которые были с листиками. Уже люди приезжали, покупали. И все время, каждый год я делаю новые посадки. И в этом году сделал очень много задела, чтобы было большое поле у меня для опыта. И мы можем себе позволить в этом году вот один из таких корешков оставим просто в подвале до весны. Он как бы будет в высушенном состоянии. Остальные мы сейчас разделим, посадим. Потом те, которые у меня есть еще до сих пор сейчас, вот до размывания, какое я вам показал, до того, как мы размыли в контейнере. У меня таких еще контейнеров 6. Даже больше 6 контейнеров еще стоит. Я их вообще трогать не буду. И буду эту пересадку делать ранней весной. Вместе с вами точно так же промоем. Рассадим все вот эти корешки в отдельные уже контейнера. За ними дальше будем наблюдать, чтобы знать окончательно, какой срок нужен лотосу до цветения, от момента его проращивания из семечки. Вот сейчас пойду возьму ножички и поделю это все. Вот после того, как я промыл корни, разделил их, все, что соединяло наши основные такие, скажем, корневые бананчики, я это все откинул. Вот и оставил вот этот вообще корень самый шикарный просто. Видите, уже две такие сильные точки роста. Вот хороший получился. Это с одного семечки буквально вот за считанные месяцы с июня. Получается июль, август, сентябрь. Ну, грубо говоря, вот за три с половиной месяца вот что получилось с одного семечки. Один, два, ну, скажем так, это тоже третий хороший корень. Три крупных и четыре маленьких. Ну, такие, скажем так, вот этот один я, наверное, оставлю один из крупных. Выберу самый мелкий, чтобы не так жалеть, да, если вдруг не получится. И оставлю один такой маленький. Это то, что я оставлю в подвале. Вот это я отнесу в подвал. И они будут там зимовать. Может быть, ну, подвал не сырой, не влажный. Он такой суховатый у нас. Вот. И там они, значит, будут находиться. Что-то подобие сделаю. Вот, как знаете, земляные канны сохраняем. Вот точно так же там будет находиться этот лотос. Не знаю, правильно или нет. Опять-таки, это все эксперименты. И чтобы мы уже знали наверняка, сохранить можно так корень или нет. Или лучше же не трогать наш куст до весны. Весной уже сделать вот этот раздел и высадить. Там уже наверняка все начнет прорастать и будет идти. Единственное, что, друзья, помните, я в том году вам говорил, что используйте только лишь круглые емкости для посадки лотосов. Поскольку это не в большом водоеме, там, где он может распространяться по всему водоему. А ему необходимо кружиться. Иначе в квадратной емкости он упирается в угол и останавливается рост, он пропадает. Ну, это я вычитал у тайцев. Так, значит, вот эти вот корешки, наши бананчики, нашего лотоса будем высаживать. Я взял контейнер, значит, земля, она уже такая жижа. Просто самая настоящая жижа. И вот так вот в нее прямо углублю. Удаврение осталось еще с прошлого раза. Пусть там плавает. Нового не добавлял. Ничего. Так, вот так вот, значит, мы сейчас их так расположим. Наверное, и этот с этой стороны тоже так же ж под эту стеночку. Пусть этот под эту сейчас пустим. Вот так. Прямо на дно туда притопил. Контейнер не такой же глубокий. И вот этот вот контейнер я поставлю в теплицу. Потому что, не знаю, есть необходимость у них укорениться именно до зимы. Потому что сейчас сентябрь месяц. Все. Значит, вот это все я еще землей, естественно, досыплю. Досыпал я землю не полностью под край. Немножечко оставил там, буквально сантиметр-два. Не досыпал я землю, чтобы не провоцировать лотос перепрыгивать. Потому что, в принципе, само растение по себе, оно агрессивное. И его корни, они постоянно плетутся. И могут выскочить с этого контейнера, перескочить в контейнер с ним феями. Поэтому, немножечко я не досыпал, чтобы он как бы старался все время в землю нырнуть и не перепрыгивал бортик. Вот. Ну и все. Сейчас отнесу этот контейнер уже в теплицу. Поставлю в пруд. И там этот лотос будет до стоять следующей весны. С весны буду смотреть, наблюдать за ним, как только пойдут росточки. Обязательно сниму следующее видео, продолжение этого. И дальше буду уже, по мере его развития, буду снимать продолжение до момента его цветения. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. До новых встреч.